добрый вечер дорогие наши мастера приветствую вас на таком масштабном мероприятии сегодня с вами мурива мадина покажу я вам миндаль в технике без опила сразу с дизайном без топа это самая коммерческая любимая у клиентов форма и эту технику можно делать за 40 минут давайте посмотрим на руку нашей модели стандартную подготовку мы уже сделали что значит стандартная подготовка это уже маникюр подготовили пластину для работы уже с гелем сейчас надену перчатки моделировать мы будем на нижних формах бумажных гель мы выбрали термо гель это гель который в лампе меняет свой цвет таким образом у вас постоянно у клиента дизайн будет меняться от одного цвета в другой будет переходить в зависимости от температуры и температуры тела и температуры вообще в помещении самого начала что мы делаем после маникюра хотя обезжирю хотя уже рука подготовленная но все равно убираем все лишнее всю длину лишнюю если у нас немножко осталось все равно убираем нам свободный край совершенно не нужен а также шершавим поверхность ногтя то есть убираем глянец натуральной пластины делаю я это все пилкой 100 на 100 главное контролируем силу нажатия а пил здесь практически незначительный во первых готовим пластину а дальше мы будем пилить только только подложку будем задавать нашу длину форму оля для стандартной подготовки здесь у нас должна быть база еще которые немножко есть у нас поэтому мы ее просто от шершавели и все дальше мы готовим нашу форму берем на этом этапе я всегда снимаю перчатки потому что очень сильно прилипают к бумаге с обратной стороны нашу подложку обязательно мы приклеиваем для более плотности именно в той зоне шаблона где будет формироваться наша арка для нашей формы перфорации убираем наша задача подготовить углубление на шаблоне под нашу пластину всегда я примеряю но здесь в принципе и на глаз мне было видно что нужно подрезать но примиримся самое главное здесь когда вы держите шаблон не забывать про осевую линию видно что у нашей модели есть немножко искривление оси вид сверху а значит наша линия на шаблоне которая отвечает именно за осевую линию как продолжение осевой линии пальца мы ее до на нее должны ориентироваться и немножко развернуть как бы исправить принципе все хорошо разве что вот с левой стороны немножко у меня как будто бы есть просвет я прям немножко сделаю углубление в центре ножничками ножнички лучше всегда подносить снизу тогда у вас срез получается лучше только ножнички для левши примерим еще раз держим руку никуда ни вниз ни наверх вашу клиентку либо модель всегда просите держать вам руку ровно чтобы не начинали помогать не начинали подстраивать все все нормально значит наша задача сейчас склеить шаблон для этой формы форма миндаль салона миндаль мы склеиваем шаблон идеально симметрично с двух сторон вот эта симметрия двух стенок на шаблоне отвечает у нас за то какая будет арка будет ли она ровная симметричная и либо будет куда-то заваливаться будет скручивать делаем вот такой вот конус я это называю шапка илья муромца делаем вот такой конус плавный без всяких заломов держим не заваливаем вот так и сейчас уже буду устанавливать повторяю что у меня на пластине есть чуть фрагменты базы я поэтому не стала уже на это тратить время наше не подстраиваем все подсунули двумя пальцами тремя пальцами захват держим и прихватываем второй рукой наша задача сейчас посмотреть на нашу ось когда мы смотрим вот сверху нам не всегда это видно нужно немножко пали пальцы опустить вот в таком ракурсе мы уже хорошо видим в какую сторону будет смотреть наша ось вот мы выровняли держи держи руку спасибо и все бит сбоку также можно посмотреть вид сбоку очень важно здесь понять часто мастерам кажется что вот это сдернуто подними вот так кажется что смотрят на вот этот кончик и кажется что как будто бы подложка немножко взернута на самом деле это ошибочно сюда смотреть смотрим мы на нашу ось пальцевую линию которая вот вот эта линия с циферками эта линия отвечает за продолжение оси пальца давайте вот посмотрим вот моя ось пальца и вот смотрите как эта линия четко совпала поэтому на кончик не смотрите все равно мы до кончика не доводим нашу подложку это вас часто сбивает и по сути потом вы наоборот получается устанавливаете вниз ориентируясь на верхнюю эту линию и все меня устраивает с двух сторон оси значит я начинаю подклеивать свой шаблон устанавливать окончательно под палец не роняй все еще раз ось на всякий случай опускаем ну все отлично осталось нам сделать что задать подложку нашим гелем моделирующим смотрите какой он у нас цвет какой глубокий фиолетовый на самом деле в лампе он потом будет розовым так кремом было намазано да ага маслом сразу видно ага все задаем нашу длину длину я здесь выберу максимальную максимальная длина это у нас салоном моделирования длина натуральной не 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 просто вот ну деревянный нибудь вот давай мне вот так делай да ага максимальная длина это у нас длина натуральной пластины это и есть максимальная длина в салонном моделировании длиннее ногти делать просто нельзя если у клиента пластина короткая но она хочет ну шестерку допустим либо пятерку делать ни в коем случае нельзя потому что это нарушение архитектуры салона моделирования эта форма не имеет такую архитектуру сложную чтобы нарушать пропорции длины так все лампе на весу загорелось нет не горит ничего стой 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 ничего страшного модель наша смазала классика жанра как же без этого согласитесь что каждая вторая модель это делает и что далеко ходить мы сами так делаем смазала и в панике ничего страшного и жизнь покажи теперь смотрите какой становится розовый цвет да да суши уже тогда все да да ты мне главное последнюю каплю так не сделай давай я добавлю чуть-чуть из-за того что она смазала получается у нас вот островок да пробел слишком такой чуть-чуть плотнее сделаю теперь иначе я не смогу просто-напросто попилить даже эту подложку слишком тонкая в этой зоне стала могу сразу тогда зайти на пластину раз уж так вышло смотрите как от температуры сразу меняет гель цвет свой и смазывай ну у тебя просто слишком близко лампа поэтому к тебе неудобно да сейчас я пока убираю свой гель закрываем крышку дальше мы должны сделать задать форму попилить нашу подложку только здесь у нас будет опил на этом этапе ну когда работаем с пилкой то обязательно надеваем перчатки все остальное можно делать без перчаток а пил ни в коем случае мы в первую очередь должны беречь свои руки себя все досушила да на этом этапе конечно снимаем уже наши шаблоны снимаем и расклеиваем сперва с пальца и пропускаем воздух дальше тянем вниз все вот такой у нас получился смешной пострадавший обезжириваем так как липкость нам не нужна смотрите как от холодного сейчас обезжиривателя опять кончик становится более фиолетовым видите вот это есть особенность этого термогеля меняет цвет он очень нравится посмотрите он сразу видите кончик фиолетовый такой естественно градиент постоянно у вас у ваших клиентов будет происходить задаем форму спасибо простите сейчас не минутку вот спасибо супер вот тогда держи просто вид сверху пока ловим нашу форму никуда сбоку снизу пока не смотрите на свою форму по четкой схеме формы миндаля пилим смотрим вот таким образом можно проверять тоже что происходит и только после этого переходим на вид сбоку снизу и снизу здесь тоже главное ни в коем случае не перепилите нижние параллели ой ален посмотри пожалуйста вот здесь щеточка где-то в ящике во втором или первом спасибо спасибо слишком отлично убираем пыль не застывай в одном месте спасибо если есть у вас лишняя толщина по периметру кончика то сводите на нет на этом этапе что потом не получилось так что у вас какая-то какой-то пузо или какой-то лишний объем где-то получился а мы же не хотим пилить тем более мы будем задавать сразу с дизайном и сводим смотрите вот видите след опела да по контуру именно по кончику сводим на нет наши кончики должны быть ну прям тонюсенькими не даем не задаем никакой объем материал крепкий моделирующий это означает что дополнительную прочность за счет объема мы ни в коем случае не задаем и в тонком слое этот материал очень прочный чуть-чуть уже кончик мне захотелось сделать все таки все изящнее чтобы было все вот на этом этапе весь мой опил закончился это очень экономная экономит время и ваши материалы это техника я вообще рекомендую всем мастерам всегда переходить на технику без опела тут идет со всех сторон экономия и вы материалы не превращайте свой гель просто в пыль здесь нам пора уже переходить на дизайн возьмем какой-нибудь глиттер я взяла глиттер золото и какие-нибудь блесточки сейчас многогранники шестигранники очень популярны тоже в принципе можно было какой-нибудь цвет любой можно было и золото к золоту но мне захотелось немножко поиграть с цветом тем более этот гель у нас как вы видите в розовый превращается из температуры и будет хорошо гармонировать здесь мы что делаем вот так чтобы я чуть поднимала тебя сейчас я чуть-чуть отодвину кутикулу палочкой на этом этапе мы должны максимально близко к кутикуле завести наш глиттер только не дернись алена хорошо это когда мы работаем у кутикулы просите своих клиентов не дергаться иначе мы можем коснуться кутикулу и дальше вот так плотненько пока по контуру и так же я на кончике это все проделаю вот так вот так прям на кончике прям вот прям по всему периметру после этого мне нужно это все конечно же свести на нет все это делаю я одной кистью вот как растяжку блеска да делаем к центру сводим если у вас много лишнего на кисти вы уже чувствуете что не получается свести все это на нет можно почистить просто кончик и таким вот образом и вот сейчас еще еще глубже доработаю у кутикулы все не отправляя теперь все это в лампу не отправляя прям по мокрому будем мы свои блестки уже устанавливать которые будут играть тоже красиво мерцать под гелем тут у меня разные есть и мелкие и крупные можно вот так достать чтобы повыбирать прям помельче которой их я ближе к кутикуле установлю распределяйте вот по такому принципу помельче ближе к кутикуле иначе они же жесткие чтобы не нарушили вашу архитектуру мне еще больше нравится которые немножко такие полупрозрачно с голографии как будто бы но все а вот по контуру я не буду потому что на кончике у меня геля и вообще материала должно быть максимально минимальное количество прям на минимуме посмотрю чтобы у меня глиттер был поплотнее проверю вроде бы да и отправляем в лампу все достаточно прихватить вот прям секунд 20 на самом деле пока вы с другими пальцами работаете вы уже здесь уже свое отсидит в лампе сколько нужно это нам тоже опять уже не понадобится убираем все для дизайна тем временем я пока почищу кисть свою потому что я все делаю одной кисть форма лепесток кстати самая универсальная форма этой кистью можно делать абсолютно все заменяет две кисти даже три но в работе с выкладкой геля заменяет две кисти то есть большую основную кисть и еще тоненькую кисть вот теперь мы смотрим если у нас яма она у меня есть немножко значит я заполняю пока свою яму иначе основная капля потом будет у вас проваливаться именно в этой зоне где у вас яма лучше поделить еще на одну каплю чем вы замучаетесь выравниванием и в итоге архитектура получится не такая как бы вам хотелось но важно не просто поставить каплю геля а эту каплю распределить на нет не задавая на кончике толщины алена просто заранее предупреждаю я на этом этапе опять тоже сниму наверное пока перчатки сейчас волшебство произойдет после лампы вы видите опять это волшебство ну-ка давай смотрите какое волшебство да он уже какой-то волшебный магический прям это сказочный да вот так это делаю поворачивать спасибо теперь уже основная выкладка но всегда берем пока немножко наша задача пока сделать такой мокрый пол контактный слой ну как хотите назовите то есть максимально тонко пока промазываем и максимально близко подходим в зоне кутикулы то есть заводим материал вот именно тот слой который должен быть у кутикулы именно сейчас чтобы потом вы с основной каплей большой уже не осторожничали в зоне кутикулы а все это закончили допустим вот с такой незначительной каплей когда еще вы можете контролировать полностью все сами кистью все и вот так вот теперь берем уже основную каплю наугад беру хватит не хватит сейчас покажет очистила кисть и чуть-чуть приспущенный вниз палец держим начинаем распределять по всей поверхности распределила и сейчас конечно нам нужно все это перевернуть выпрямь палец паси не 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 набору руку сюда делай вот так все здесь я не знаю с кадром уходим или нет Ален ты мне не выровняла смотри ты мне ага что мешает да ну сейчас мы тогда чуть в центр перейдем мне показалось что немножко апекса не хватает видите как я добавила капельку взяла и прям по хребту вот прям по центру где мне не хватало туда я ее поставил переворачиваем ты мне не выпрямим вот спасибо большое вот отлично уже все сама выровнялась переворачиваю все отлично один раз контрольно еще переверну ровно переверни ну все тут у нас вот эта предательская лампа кольцевая в лампу ровно она дает она нам нарушает всегда блик ну во время работы же у вас когда с клиентом работаете у вас нет такой лампы достаточно одной вот этой лампы икеевской с икеевской лампой конечно легче всего нам видеть наш блик все на этом все мы закончили нашу выкладку увидели какой он был сейчас фиолетовый сейчас опять будет волшебство мне нравится этот розовый цвет который бывает после лампы ну и либо когда тепло клиенту когда в теплом помещении всегда более розовый будет у вас оттенок появляться горит нам надо здесь основная фишка в чем два раза сделаешь когда закончится пока нет здесь важно просушить 90 секунд то есть не просто 60 секунд а 90 секунд чтобы был глянец если мы хотим добиться у этого геля именно глянца то нам нужно просушить больше чем 60 секунд а мы хотим зачем нам нужен топ если мы можем обойтись без топа и клиент будет счастлив и нам быстрее и все довольны как я говорила это очень экономная техника особенно если у вас гели такие которые имеют глянец как у топа вы ускоряетесь как минимум на одну треть из-за этого уже поставил второй раз да все вот то есть 60 закончила и еще раз так что такая техника но в конце после того как мы просушили несмотря на то что эта техника безопила в конце по контуру мы всегда проходимся еще раз пилкой почему мы это делаем когда мы отправляем клиента в лампу часто как происходит особенно у клиентов у кого валики объемные они наступили допустим наступили на свои валики валики прижали гель подхватили и получаются такие зацепки именно в зоне точек в роста зацепки геля если вы это сами не проконтролируете в конце то клиент уйдет конечно с этими зацепками будет цеплять все на свете и оттуда раньше времени у вас пойдут отслойки либо трещины все закончил все все 90 прошло у нас смотрите какое волшебство произошло видите да какой у нас получился блик ровный приподними руку вот так да чтобы эти поводила вот идеальный у нас блик со всех сторон архитектура вот такая давайте под ногтем тоже покажем что у нас вот такой у нас ноготь с обратной стороны конечно только в моделировании можно добиться вот таких тоненьких кончиков вот вот именно вот такую толщину кончика это только в моделировании и плюс это максимально прочно то о чем я говорила нам нужно будет сейчас по кончику пройтись немножко хотя у меня там ничего нет потому что у меня модель без особого крупных валиков но все равно контрольно я вам покажу о чем я говорила вот на этом все обезжирим и останется оставь останется нам все это маслом смажем чтобы ну придать эстетический уже вид капелька масла повтираем масло видите да что происходит от тепла пластины кожи рук сверху у нас более розовый и давайте охладим кончик сейчас алена выйдет на улицу на улице у нас температура намного ниже то он сразу станет опять фиолетовым а потом в помещение в теплое заходит и вот так может быть вот в граденте как вы видите да поднимите чуть-чуть вот хочу вам поближе показать я не знаю насколько близко вам это видно вот такой ноготь у нас получился очень быстрая техника у нас тут как и обещали с дизайном но здесь даже получается такой двойной дизайн получается у нас по контуру везде растяжка блеска наши блестки видны и еще сам гель играет за счет температуры получается такой эффект градиента как тебе алена очень красиво ничего что с одним ходишь ничего ну все спасибо вам всем надеюсь вам понравился наш мастер-класс спасибо за внимание пока-пока пока 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 не пока не не не